Перелива Манист. Выставка под таким названием открылась в музее Чувашской вышивки. Ее автор Зинаида Ворнова известный в республике мастер народных художественных промыслов. Вчера ей исполнилось 70 лет. Вашим трудом и вашими неустанными творчеством создано огромное количество украшений. Вы внесли огромный вклад в национальную культуру Чувашской республики. И мы поздравляем вас с открытием этой потрясающей выставки. Спасибо за внимание. Выставка – несомненно, определенный рубеж в жизни любого художника. Но только не для Зинаиды Ивановны. Ее куклы, украшения, головные уборы с годами становятся все интереснее и самобытнее. В своих работах мастер придерживается многовековых народных традиций, привнося в них современную стилистику. Я люблю свою коллекцию. Я хочу побольше выезжать в регионы Российской Федерации, рассказать о наших костюмах. В костюме, например, есть головные уборы, нагрудные украшения. И о платьях можно рассказать. О фартуке можно рассказать. Рассказать много. Мы участвуем в различных форумах. Мы бываем в Тюмени. В Тюмени мы проводили первый праздник чувашского костюма. Лучшего знатока народных традиций, чем Зинаида Ивановна, еще поискать. Она знает, чем отличаются костюмы жителей разных районов Чувашии, из чего делались традиционные женские украшения и какие старинные обереги до сих пор в ходу. По ее инициативе начали проводить межрегиональный конкурс «Чувашский национальный костюм. Культурное наследие народа». Она настолько такой мастер с большой буквы, что таких мастеров еще у нас в Чувашии, пожалуй, по пальцам можно сосчитать. Она вообще молодец. Где только не бываем. Где только на каких только конкурсах и выставках она не участвует. Везде представляете, такие у нее уже готовые костюмы. Вот молодец. Я восхищаюсь ею. И настолько она прям талантливая. Работы Зинаиды Вороновой не раз удостаивались почетных наград. Ее мечта – объездить со своей выставкой как можно больше городов, чтобы культуру чувашского народа знали, ценили и уважали. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Павел Иридков, Республика.